Всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим вот такой пирог. Пирог с маком и кокосовой стружкой. Готовится пирог быстро и просто, сможет каждый. Итак, поехали! Для этого нам понадобится мука, молоко, соль, масло, мак, кокосовая стружка, сахар, яйца и разрыхлитель. Приступаем! Начнем с того, что разобьем яйца в какую-нибудь емкость. И размешиваем. Размешали. Добавляем 6 столовых ложек сахара. Всего ложек сахара будет 7, но еще одна нам понадобится немного позже. Также добавим половину чайной ложечки соли. И перемешаем. Добавляем 180 миллилитров молока. Перемешиваем. Добавляем 100 миллилитров подсолнечного масла. Перемешиваем. Далее идет разрыхлитель. 20 грамм. В нашем случае это 2 пачки, так как в каждой пачке по 10 грамм. Перемешиваем. Начинаем добавлять муку. Нам потребуется 10 столовых ложек муки с горкой. Сразу весь объем муки добавлять не нужно. Делаем это постепенно, добавляя муку и размешивая. Размешиваем тесто до вот такой вот консистенции. Добавляем примерно 90 грамм мака. Размешиваем. Размешали. Тесто для пирога готово. Берем сковородку и застилаем дыно сковороды бумагой для выпечки. Края сковороды необходимо смазать сливочным или подсолнечным маслом. Пришло время вылить тесто в сковородку. Распределяем тесто по всей площади сковороды. Тесто довольно текучее, так что проблем с этим не возникнет. Разжигаем газ и делаем его практически минимальным. И ставим сковороду. Накрываем крышкой. Теперь нам нужно периодически посматривать за пирогом. И протирать образовавшийся конденсат на крышке. Выпекаться с одной стороны пирог будет 20 минут. 5 минут прошло. Берем крышку и вытираем с нее образовавшийся конденсат. Прошло 10 минут. И вы только посмотрите, как сильно поднялся пирог. Ну а мы в очередной раз утоляем конденсат с крышки. И накрываем. 20 минут прошло. Пирог еще жидковат, но ничего страшного. Проверяем, не прилипли ли края пирога к стенкам сковородки. Накрываем пирог бумагой для выпечки. А сверху на нее кладем тарелку. Берем аккуратно сковородку, используя варежки или тряпочки. И аккуратно переворачиваем. И выкладываем пирог другой стороной. Просто стаскивая его с тарелки в сковородку прямо в бумаге для выпечки. Не забываем убрать прилипшую бумагу. Готовим на том же огне с накрытой крышкой еще 10 минут. Пока пирог жарится, добавляем в емкость 1 столовую ложку сахара, большую ложку сметаны или йогурта. И перемешиваем. 10 минут прошло. Выключаем. Отворачиваем краешки бумаги для выпечки. Берем тарелку и кладем ее поверх пирога. И достаем пирог вот таким вот довольно простым способом. Распаковываем наш пирог и видим вот такую красоту. Далее берем только что заготовленную сметану и выливаем ее на пирог. И стараемся распределить ее ровным слоем по поверхности пирога. Теперь берем мак и посыпаем им наш пирог. Следующий используем кокосовую стружку. Оно хорошо сочетается с маком. Мы дали пирогу немного остыть. Теперь берем нож и разрезаем пирог. Сейчас мы увидим, что же у нас получилось. Как мы можем видеть, пирог пропекся полностью. Приобрел красивый вид и очень насыщенный вкус. На приготовление такого пирога у нас ушло очень мало времени и сил. Но результат просто великолепен. Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и активировать колокольчик, чтобы помочь нам в развитии канала. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok